Бонжор, ребятишки! Кто найдет кота сейчас на этом видео, тот молодец, тому галочка. Я вот, смотрите, как шустро научилась снимать вам быстрые макияжи. Кот, вот если что. Айси, поди сюда. Чего ты там сидишь, палишь? Итак, мы с вами сегодня разбираем очередной тренд в макияже, и это малиновые губы. Даже нет, мы с вами несколько трендов сейчас в макияже разберем, как обычно. Скрестим их, малиновые губы и глосс на глазах. Я затонировала лицо, перед этим нанесла увлажняющий крем, напшикала фиксит спреем, тон сделала. Что мне вам сто раз тон показывать? Еще раз спрысну фиксит спреем для того, чтобы тон зафиксировался, и я спокойно буду делать макияж, и тон не повредится. Бесконечно важно заиметь фиксит спрей каждой девушке-парню в этом сезоне, потому что такого классного увлажнения, такой крутой фиксации макияжа, и настолько он делает макияж с приставкой Flexible. Вы не найдете. Обязательно проходите по, что там, ссылка, и читайте больше про фиксит спрей, и про то, как круто он фиксирует макияж. У нас он вот буквально неделю назад запустился, и уже такой крутой на него фидбэк, что мне прям страшно радостно, потому что действительно это, если мы говорим про конкрет, мы там говорим про металлайст, это продукты для избранной тусовки, извините, но я люблю художников, и страшно поддерживаю творчество и развитие культуры в нашей Россиюшке. Так вот, если мы сравниваем с узкой специализацией каких-то определенных продуктов Крыгина косметикс, которым нужен опыт определенный, нужно понимание макияжа, понимание текстуры, они несложные на самом деле, просто надо врубаться как бы немножко в индустрию. То фиксит спрей — продукт, который абсолютный маст в любой косметичке вообще. Даже если вы не пользуетесь макияжем, просто как увлажняющий спрей, как защитная пленка, которая будет вас защищать от негативного воздействия окружающей среды, это обязательно. Как я уже сказала, у нас будут малиновые с вами губы, как я вот последнее время вас учу. Если мы знаем, какой будет самый главный акцент, мы сделаем его сразу, чтобы вокруг него построить макияж. Это очень важно, чтобы не перегрузить в данном макияже глаза, потому что глаз должен остаться очень чистым, очень прозрачным, с прозрачным блеском. Отсюда вывод, что губы должны на этом лице появиться первыми. И чтобы вот собрать очень крутой оттенок, я смешаю два конкрета — Ruby и Plum. Это наш такой внутрикорпоративный маленький секрет. Этот цвет — волшебство. И я даже хочу его сделать как бы отдельным конкретом, отдельным цветом, но его так просто смешать, что, наверное, я пока еще оставлю вам немного возможностей для творчества и для того, чтобы вы почувствовали себя в лаборатории цвета вместе с конкретом и намешали свой собственный оттенок, возможно, изменив чуть-чуть пропорции, кстати, почему нет. Воспользуюсь палитрой металлической, чуть-чуть совсем. Конкрет Ruby и столько же конкрет Plum. Это два самых продаваемых оттенка у нас. Конкрет Ruby — это суперклассический холодный красный, вот такой декоративный, с которым вы прям дива-дива. Собственно, это тот густой оттенок красного, с которым я стала страшно популярна в сети. И когда разрабатывала этот цвет, разрабатывала его для себя, для того, чтобы он был самый крутой. Красный с холодным подтоном. Судя по фидбэку на этот цвет, он самый крутой. И Plum. Plum вообще самый продаваемый конкрет, потому что если вы не знаете, какой конкрет брать, то это Plum. Потому что он, ну типа супер базовый. Его вот на глаза, на румяна, чуть-чуть на губы или плотно на губы и все. То есть он вообще вот прям маст. Он всем красиво. И он, ну как я вам уже рассказывала, он делает румянец такой очень секси. Что вы такая немножко как будто бы возжелали удовольствие и выглядите. И мужчинам очень нравится. Поэтому, видимо, он такой у нас популярный. У него реально продажи отличаются от всех остальных цветов просто вот так вот кометой. Улетает он у нас по статистике. И вот, короче говоря, я поэтому вам и предлагаю их смешать. Потому что если, судя по статистике продаж, эти конкреты у вас уже есть, или один из этих есть, и вам проще докупить один. И использовать его как отдельно, так и вместе круто мэчить, то предлагаю вам их, короче говоря, смешать, получить еще один новый цвет. Чтобы вы понимали, что конкрет это очень многофункциональный продукт. И ваша косметичка, будучи маленькой благодаря конкретикам, будет по возможностям своим разрастаться с каждым новым конкретом. Потому что вот каждый цвет, который новый у вас появился, смешайте его парочкой с другими оттенками, которые у вас есть. А потом троечками смешайте. Вы офигеете, сколько у вас на самом деле есть крутой косметики, благодаря вот этой концепции. Итак, короче, смешиваем, смешиваем и получаем вот что. Посмотрите, какой это крутой цвет, который так легко самостоятельно собрать. Конкрет один в другом распускается полностью. Цвет, который вы смешали, он уже обратно не вернется. Просто у вас новый цвет. Я думаю, даже еще больше красного можно добавить. Во, вот такой. Карандаш нам, конечно же, не нужен, потому что конкрет дает намного более четкий контур, чем карандаш. Поэтому нет в нем никакого смысла. Меня тут недавно спросили, Лена, будете ли вы запускать карандаши? Я подумала, ну в принципе, карандаш это же тоже мультифункциональный продукт. Можно сделать такой карандаш, который будет круто подходить для губ, для глаз, там для всего. Но если честно, с появлением конкрет, я могу сказать по своей работе как визажиста и по работе мастеров Крыгина студия у нас карандаши просто встали. Ну как бы они там пылятся, им никто не пользуется, потому что, ну как-то, не знаю. И раз мы уж определили так называемый мной вибрирующий контур, как один из трендов, да, слегка смазанный, то давайте здесь этот тренд тоже учтем. Прям совсем чуть-чуть растушевываю и чуть-чуть консилером под высветленной границей с этой растушевкой, чтобы размазанность эта была именно декоративной. Чтобы не было ощущения, что у нас просто помада неровно нанесена. Вот, теперь можно вокруг этих губ уже построить макияж. У нас с вами будут брови в оттенке Тауп, я вам это сто раз уже показывала, еще раз покажу, но очень быстро. Здесь я хочу что вам показать? Вот у нас цвет есть, который намешался, и сейчас самое время для того, чтобы сделать коррекцию лица и коррекцию формы глаз. Я смешаю этот оттенок, получившийся, как раз-таки с оттенком Тауп. Я прямо на руке это сделаю, мне так удобнее будет вам показывать. А вы лучше не руку используйте, а палитру. Почему смешиваю именно эти цвета? Да потому что они уже используются в макияже, надо использовать их по полной. Получился у меня очень красивый цвет, но немного не в той пропорции. Надо больше серого и совсем чуть-чуть вот этого малинового, чтобы придать ему просто нужный оттенок. Вот такой вот. Получился такой пыльно-сиреневый. Вот с помощью этого пыльно-сиреневого мы с вами немножко оттеним глаза. Сразу говорю, здесь именно немножко не должно быть видно, что мы прям что-то затемняли. Поэтому наносите и сразу пальчиком прям растушевывайте. Потому что глаза выделить все равно надо. Мы будем создавать иллюзию, что это чистый глаз и просто блеском покрыт. Но немного их как бы сделать красивее, выразительнее все же надо. Вот видите, можно растянуть их таким образом незаметно. Побольше сделать, вот округлить можно, подчеркнув нижнее веко. Чуть-чуть сразу носик. И немного наберу синтетической мягкой кистью. Сделаю этим же оттенком коррекцию. Чуть-чуть выделю скульптуру лица. Оттенок корректора тоже необходимо подбирать. Он должен круто вписываться в макияж. Поэтому, собирая свой собственный корректор из тех оттенков, которые и так использованы в макияжах, у вас он по-любому будет гармоничный. Тогда коррекция не будет выглядеть как что-то нарисованное. Она будет выглядеть как естественные, такие вот новые пропорции вашего лица. Давайте накрасим ресницы, чтобы понимать, насколько ярким получаются акценты. И от этого будем понимать, насколько много нам надо добавить бровей. Постарайтесь очень хорошо здесь прокрасить корни ресниц, прям забить туда тушь. Потому что это один из способов будет выделить глаз. Видите, тушь, забитая в корне, будет создавать эффект контура. Пускай сохнет. Мы пока с вами брови сделаем. И причесать. Готово. Давайте немного наберем цвета, который у нас на губах, мягкой кистью. И используем его в качестве легкого румянца. Я такой чуть более лифтинговый румянец сделаю. Растягиваю его от яблочек к вискам. Губы главный акцент, поэтому румянца вот вообще чуть-чуть. Вот прям от слова совсем. Потому что иначе матрешкой будете. Нижние реснички. Чуть-чуть зафиксировать макияж пудрой. Здесь что важно. Вот этот рисунок, который мы по верхнему веку незаметно сделали. Надо зафиксировать обязательно. Брови, чтобы они держались весь день. И центр лица немножко зафиксируем и заматируем больше. Ну и блеск. Как я уже анонсировала вам в самом начале, у нас будет глянцевый эффект на глазах. Блеска нужно совсем чуть-чуть. Особенно если вы хотите с ним долго проходить, чтобы он не растворил вам тушь, конкрет и все такое. Влажное верхнее веко это супер крутой тренд. Близко к ресничкам не наносите, потому что по сути вам нужно нанести больше в складку. Видите, получается такой красивый влажный эффект на контрасте с яркими матовыми губами. Выглядит очень круто. И на самом деле глаз-глос супер классно держится. Он никуда не утекает. Ну, понятно, если вы тюбик себе выльете на глаза, то тут как бы гравитационно он потянется вниз с силой притяжения земли. Но если вы вот его, как я, немного нанесете, чтобы был этот влажный блеск, то он у вас вот так и продержится весь день. Если у вас какие-то яркие смоки и вы сверху наносите, вы должны рассчитывать на то, что он какое-то время будет держаться вот этим равномерным глянцем, типа стекла. Но из-за того, что у вас глаза очень активны в мимике, то конкрет или любые другие тени с глаз-глосом постепенно, очень медленно и намного медленнее по сравнению с аналогами, которые есть на рынке. Вот прям очень медленно он начнет смешиваться, смешиваться, смешиваться и собираться в складочки. Что выглядит, кстати, очень секси, потому что макияж филигранные, матовые, они уже как бы не модные и никто так уже не носит. Если вы посмотрите все показы, то они все немножко гранжевые, влажные, такие собранные специально в складки, даже немножко такие подразмазавшиеся, потому что это секси. А макияж должен быть секси. Еще какие могут быть рекомендации по супертренду глянцевая века? Если у вас глаза глубоко посажены или если у вас нависающая верхняя века, воспользуйтесь водостойкой тушью, потому что у вас контакт ресниц с самим этим блеском будет намного чаще происходить. И вам важно, чтобы он не растворял вашу тушь. Собственно и все. И вообще возьмите, пожалуйста, этот тренд на вооружение на лето, потому что это суперклассный способ выделить глаза. Видите, как красиво? В сочетании с яркими губами, ну, мне кажется, что это вообще суперкласс. Немного зафиксируемся еще сверху, чтобы не было ощущения пудрового слоя, чтобы кожа так немножко поблескивала. Вот видите, вот это вот секси влажное сияние на скулах, оно прям очень-очень влажное. Я вам уже об этом говорила. Видите, блик, видите? Вот сфокусируйте, пожалуйста, свое внимание на него. У вас тоже такой должен быть, который не от хайлайтеров получился, а именно от того, что у вас кожа сияет здоровьем. Все, хорошего вам весеннего настроения. У меня, видите, уже все, сезон платьев-цветочек объявляется открытым. Колготки я уже сняла. Иногда очень быстро бегут и машины, потому что все-таки пока еще немного холодно. Но лето приходит тогда, когда ты сам этого хочешь. У меня уже оно пришло, и настроение класс, солнечное. В общем, я вас всех целую. Хорошего вам продуктивного недели, выходных, выставок, кино, театров, всего чего угодно. Не сидите дома и не прилипайте свои задницы к дивану. Вот такую красоту ее же надо показывать. Поэтому срочно всем на выставки, на кино, на фестивали, на пабликтоки. Сейчас в нашей стране столько всего происходит в каждом городе, что вообще просто ввожу мораторий на то, чтобы красивые девочки сидели дома. Вот, всех целую, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok